Рад приветствовать вас, дорогие зрители! Вы на канале Анапчане. С вами Максим. Сегодня мы с вами в Джимате, в районе первого проезда, 28 октября 2023 год. Полдень, температура воздуха около плюс 20 градусов в тени. Сегодня у нас в Анапе достаточно ветерно. Ветер южный порядка 8-10 метров в секунду, порывы до 14-15 метров в секунду. Но ощущается достаточно тепло, по крайней мере здесь, не возле моря пока что. И на Анапу, на Краснодарский край, вроде бы как надвигается аномальная жара, по прогнозам синоптиков. 30-31 октября температура воздуха на Черноморском побережье Краснодарского края будет достигать 24 градусов в тени. И в Краснодаре вообще до 25-26 обещают. И с тем учетом то, что 30-31 октября в Анапе будут почти безветренными, я думаю, будет на пляжах где-то под 28-29, может быть даже под 30 градусов жары. Это прямо-таки немного аномально. Это у нас Пенерский проспект, если вдруг кто не узнал. Примерно середин Пенерского проспекта. Находимся сейчас в 5 километрах от центрального пляжа, ориентировочно. Я добрался на 128 маршруте от центрального рынка сюда примерно за 15 минут. Сейчас нет пробок и стоимость 45 рублей. Первый проезд сейчас вообще пустой. Какая конкретная разница по сравнению с тем, что здесь происходит летом? Из торговых точек работают только вот некоторые, почти все закрыты. Тем не менее, видно то, что люди в небольшом количестве гуляют по первому проезду, идут в сторону моря, возвращаются с моря. Смотрите, друзья, смотрите, мы с вами вышли на пляж. Здесь у нас уже песок начал заметать проход. И как у нас сегодня здесь красиво, у моря в Джимоте. Лепота, красота. Температура воды, кстати, по данным термодатчиков, которые размещены в районе Анапы, по-прежнему находится на уровне плюс 17, плюс 18 градусов. На берегу видим выброшенную, представьте, шторма камку. Вот, смотрите, камка морская трава. Видите, камка похожа на обыкновенную траву, то есть такая же структура. И, кстати, многие блогеры неправильно называют тину камкой. Вот ту зеленую субстанцию, которая летом разрастается на мелководье возле берега. Вот то тина, то не камка, а камка это вот то, что мы видим с вами сейчас. Просто некоторые блогеры, они не пытаются разобраться в таких тонкостях, нюансах. Им бы лишь бы что говорить, лишь бы какие-то коммерческие предложения продвигать. Но если хотите знать правду об Анапе, то смотрите обзоры об Анапе на нашем канале. Какой сегодня широкий накат. Ну и, в принципе, здесь не так уж прямо-таки прохладнее ощущается. Ветер, да, здесь сильнее ощущается, чем на Пионерском проспекте, куда мы пришли. Но не так, чтобы уж очень прохладнее это было. Вот такое у нас сегодня штормящее побережье. Красота шторма. О! Ну, слушайте, прямо-таки такой хороший шторм. Не слабый, не суперсильный, но и не слабый. Великолепно. И еще, видите, сегодня видимость такая ограниченная относительно. Вот центр Анапы. Видите, в дымке. Все это можно рассмотреть. Сегодня, когда у Джиматея на пляже дует достаточно сильный ветер, погода, кажется, абсолютно не для пляжного отдыха, то есть не для загара, не для купания. Но, как вы думаете, есть ли кто-нибудь сейчас из отдыхающих на пляже? И оказывается, что есть. Вон человек пошел купаться. Будем надеяться, что недалеко штормящее море. Ну, а вот люди вроде как тоже собираются пойти искупаться. Вот, смотрите, пришли отдыхать всей семьей. Ну, как видите, если у людей есть желание прийти отдыхать на пляж, то сильный ветер не помеха. Ну, а по температуре воздуха, с температурой воздуха все в порядке. 20 градусов. Ну, здесь на пляже как 18 ощущается, как бы на этом все. Это достаточно тепло. Но особо хочу отметить то, что в такой шторм не стоит рисковать, сказать, купаться, по крайней мере, вот далеко. Сейчас, тем более, нет вообще спасателей. Если какой-нибудь тягун вдруг случится, а тягуны бывают у нас круглогодично, не только летом, коварные тягуны, то, ну, кто поможет этим людям? Вот в чем вопрос. Поэтому не купайтесь в шторм. Ни летом, ни осенью, ни зимой, ни весной. Это очень опасно. В комментариях сейчас часто задают вопросы о том, будут ли повышаться цены в Анапе на квартиры. С тем учетом, то, что цены в Анапе на квартиры уже ого-го, не всем такие цены, как говорится, по карману. Даже с тем учетом, если продать свою квартиру там у себя в городе и переехать в Анапу на постоянное место жительства. Ну, и то, что вот существует ипотека на льготных условиях, это, конечно же, разгоняет, увеличивает цены. И цены стремятся все дальше и дальше. По крайней мере, это касается цен на первичном рынке, когда покупаете квартиру в Анапе у застройщиков. И вот, например, на вторичном рынке можно квартиру одинаковой квадратуры вот с квартирой на первичном рынке взять подешевле. И это подешевле будет где-то на 1 миллион рублей, на 2 миллиона рублей. И почему в таком случае покупают, продолжают покупать квартиры на первичном рынке у застройщиков? Ну, причина проста – ипотека. Можно оформить квартиру, покупку квартиры в ипотеку. На вторичном рынке далеко не каждая квартира может быть продана по таким условиям. И людям кажется то, что это прямо-таки отличный вариант, принести 2 миллиона рублей, первоначальный взнос, и все, и уже приобрести квартиру, заезжать там, делать ремонт в квартире и обживаться в Анапе. Ну, ребята и девчата, а потом платить годами эту ипотеку. Понятное дело то, что в большинстве случаев выплата по ипотеке происходит успешно, но бывают же и прямо-таки вообще такие случаи, которые никак нельзя предвидеть, когда происходят проблемы с потерей работы, с потерей работоспособности тех членов семьи, которые, по идее, должны большую часть вносить денег по ежемесячным платежам за ипотеку. И в таком случае банк придет и скажет, а ну-ка, давайте квартиру мне, потому что вы не вовремя платите по ипотеке, не можете оплатить по ипотеке. Вот, смотрите, очень наглядно видно, какие широкие сегодня накаты от волн на пляже происходят. То, что видите, ну вот сколько здесь, 10-15 до 20 метров выходят волны на уже территорию, собственно, печатного пляжа, выносят вот эту же камку повсюду, она здесь набросана на пляже, какие-то бутылки пластиковые. В общем, все, что в море выбросили люди, вот это можно встретить на пляже в результате шторма. В выгодном положении при приобретении квартиры в Анапе находятся, например, москвичи. То есть, если человек хочет именно переехать из Москвы в Анапу, ну, с семьей, например, да, то продать квартиру в Москве, и потом можно эти же деньги перебезти квартиру в Анапе без всяких ипотек, как правило. И выбор, естественным образом, расширяется, потому что сейчас на продаже именно от застройщиков не такой большой выбор жилых комплексов, как, например, это было лет 10 тому назад, да еще, в принципе, лет 5 тому назад. Темпы строительства у нас в Анапе относительно прошлых лет все-таки снизились, и выбор приобретения жилья вот за наличные прямо-таки весьма хорош. Ну, единственное, что, конечно же, в каком-то там старом фонде вот эти пресловутые хрущевки, хоть и в центре, не стоит, конечно же, покупать. Ну, потому что там, допустим, лифта нет, например, да. А 4-й, 5-й этаж будете ли вы всегда иметь возможность подниматься пешком на 4-й, 5-й этаж по поднятию тяжести? Ну, далеко не для всех это подходит. Проходим с вами мимо Феи 2. Вообще, сейчас пляжи кажутся в Джимте невероятно широкими, хотя вот когда сезон, видно, что они по сравнению с Витязевскими пляжами узковаты. Вот, особенно вот от первого проезда, откуда мы с вами идем, вот сюда. Но сейчас эти же самые пляжи кажутся прямо-таки отличными, широченными. Вот, интересно, какое повышение цен произошло в Анапе на квартиры вот от застройщика за лет 10 примерно. Я так посмотрел, это примерно цены повысились на 250-300% вот в общем и среднем. А, например, арендная оплата за квартиру при оплате на длительный срок не повысилась так же пропорционально. Ну, допустим, выросла, может быть, процентов на 20. То есть, если 10 лет тому назад можно было снимать одну двухкомнатную квартиру в Анапе, ближе к центру, скажем, либо в каком-нибудь не самом дальнем микро-районе за 1015 рублей в месяц, ну, как правило, без учета еще коммунальных платежей, то, в принципе, сейчас, ну, за те же самые 15 тысяч рублей по-прежнему можно снять квартиру поменьше, по-скромнее, квартира получше уже будет стоить 20 тысяч рублей в месяц, но здесь еще стоит учитывать сезонность ценообразования, то есть, если вы даже заезжаете вот на длительный срок в арендованную квартиру, то многие из рантье, рантье это те люди, которые зарабатывают на сдаче квартир в аренду в данном случае, многие из рантье, они в сезон цены повышают, ну, допустим, в межсезонье, может быть, стоимость платы арендной за квартиру 15-20 тысяч рублей, а в сезон 25-30-35 тысяч рублей, и, ну, что это у нас сезон, июль, 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 август, как правило, некоторые еще сентябрь захватывают, либо же эти рантье, квартир-сдатчики, говорят, ну, если вы не хотите, чтобы такие резкие перепады в арендной плате были, то платите по повышенной ставке весь год, но это будет не такая высокая ставка, как летом, допустим, если аренда квартир, ну, возьмем такой прям-таки отличный вариант, 20 тысяч рублей в месяц, да, то предлагают платить 25 тысяч рублей, в месяц, в течение всего года, и тогда резких скачков уже летом до 35 тысяч рублей по арендной плате не будет, и вот даже при всем при этом имеет смысл сначала, если вы хотите переехать в Анапу, но на 100% не уверены, что вам это прямо-таки нужно, вот вам нравится море в Анапе, вам нравится свежий воздух в Анапе, вам нравится мягкий зимний климат в Анапе, но есть какие-то сомнения там по работе, вы думаете, вот Анапа, может быть, все-таки Краснодар, да, но так, если есть возможность, берите, арендуйте квартиру в Анапе, даже можете арендовать квартиру в Анапе, вот именно на межсезонье, с октября по апрель включительно, чтобы не платить там повышенную ставку, да, в принципе, еще больше квартир сдается, потому что многие из квартир-сдатчиков, особенно в центре, они сдают на долгосрочную аренду именно на межсезонье, а в сезон они хотят сдавать повсуточно, ну, если квартира прямо-таки в таком в центровом месте, если есть все удобства, почему бы не сдавать, потому что доход получается за летние месяцы еще выше, чем если бы платили бы люди вот за весь год, даже с учетом повышенных ставок на летний период. Дошли с вами уже до Джаматинского причала, это уровень туристического и престижного проездов, и здесь смотрите, если дальше посмотреть, видите, пляжные конструкции видны, это неубираемые пляжные конструкции, это плохой вариант благоустройства пляжа, там железобетонные основания вкопаны достаточно глубоко в песок, и не хотелось бы, чтобы так происходило, почему, потому, что, когда придет все это в негодность, либо там какие-то планы поменяются, то будут проблемы именно с присутствием всякого железобетона на пляже, а ведь это не то, чего мы с вами ожидаем, когда разуваемся и ходим босиком по пляжу, особенно вот такие потенциальные опасности касаются детей, потому, что вот об остатке подобных конструкций можно пораниться, если не знаешь местности, поэтому лично я считаю, то, что капитальных конструкций подобных вот этим на пляжах быть не должно. вон, смотрите, за дюнами виднеются недоразрушенные корпуса гостиницы, которая была построена без разрешительной документации, ну, видите, начали разрушать, но пока не закончили разрушение, ну, видимо, вот начали разрушать, чтобы уже точно не достраивали. Дошли с вами до уровня выхода на пляж Джаматинского проезда и здесь мы тоже с вами можем видеть на пляже капитальные какие-то, околокапитальные конструкции, ну, по крайней мере, неубираемые, как видите, на межсезонье. Чем плохи неубираемые пляжные конструкции на межсезонье, тем, что они мешают естественному ходу песка, то есть, вот этот, допустим, песок не может добраться до дюн, а следовательно, возможно, из-за этого больше песка, чем обычно бывает, будет унесено в море. Вот видите, дорожка засыпана, это вот не кто-то из людей засыпал дорожку специально, да, чтобы не проходили, а это под воздействием ветра дюны перемещаются, и вот такие получаются насыпи, засыпи. Так что нельзя, не стоит такие капитальные сооружения, капитальные элементы сезонной пляжной инфраструктуры делать, чтобы это все стояло в течение всего межсезонья, потому что циркуляции песка это очень мешает. И вот обратите внимание, здесь у нас на уровне Джаматинского проезда море затопило уже частично территорию пляжа. Видите? То есть вся вода, которая вот здесь, она пришла оттуда, от волн. Вот смотрите, море нам наглядно показывает, как оно затапливает часть пляжа. Вот самые сильные волны выливают морскую воду на территорию пляжа уже непосредственно на 10 метров, на 15 метров. Вот если посмотреть вдаль, видите, вот все пляжное побережье так или иначе подтоплено. А вот поехал спецтранспорт, который занимается уборкой. Я такой стою, снимаю видео шторма, как море затапливает пляж и слышу сигнал. Автомобиль сигнал, думаю, ну откуда здесь может взяться автомобиль. Ну вот уборочная служба ездит, контролирует пляжную территорию. Вот, друзья, такие у нас в Анапе новости. Пишите, пожалуйста, какая погода в ваших городах теплее, чем обычно бывает, холоднее, чем обычно бывает. Ну, вот от себя могу сказать, то, что вот эти прямо-таки очень теплые, около жаркие дни, обещанные на Анапу, ну, сейчас у нас климат все-таки так или иначе меняется и на планете Земля в целом, и вот у нас в районе Черноморского побережья Коснавского края, так что, в принципе, я этому не удивляюсь. Я вот единственное удивлюсь, если, например, в Анапе снег пойдет там в июне, например, вот это будет для меня очень удивительно. Ну, а так около жаркая погода, ну, до 24, там, 25-26 градусов, ну, как-то неудивительно это. Хотя, конечно же, если будет солнечно, если будет маловетрено, либо безветрено, где-нибудь здесь среди дюн, достигнуть 28-29-30 градусов по температуре 30-31 октября, 1 ноября, это будет, конечно же, что-то с чем-то. Друзья, ставьте лайки этому видео, кто впервые на канале, смело подписывайтесь, делайте репост, пишите ваше мнение в комментариях, по поводу всех тем, которые мы затронули в сегодняшнем обзоре. Меня зовут Максим, желаю всем добра, желаю всем мира, все, пакетово, до новых встреч.